Алексей Косусев говорит, что необходимо бороться с фашистскими недолитками. Вспомним историю из жизни подвига генерала Дмитрия Карбышева. В 41-м году в августе он попал в плен в бессознательном состоянии контужины. Он был в лагерях и в 1945-го года, 18 февраля, эсэсовцы его вывели на плац и обливали холодной водой до тех пор, пока мислон не превратился в глыбу льда. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 21 декабря 2012 года 8 градусов мороза Одесский городской голова Алексей Косусев дает приказ своему охраннику поливать водой из пожарного шланга пришедших на законах оснований в Горсовет Одесситов. Теперь зададим вопрос. Кто является фашистом? Алексей Косусев и является фашистом. Насколько надо не любить и ненавидеть свой народ, чтобы его обозвать фашистом? Я хочу сказать, что есть и фото и видеоматериалы, которые показывают, что Алексей Косусев лично находился в двери, которого они забаррикадировали уже внутреннюю дверь. Он разговаривал со своим охранником, ходил по городскому совету и давал приказания, каким образом руководить обороной, как они считают, обороной городского совета. Вот это лицо, которое в принципе главное должностное лицо сегодня в Одесском городском совете и несет всю ответственность, полную ответственность. Это лицо.